Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Мастодонт. Вашему вниманию представляю очередной бой в режиме 3х3 карта Месть Пэйна. Играю я тут за Некронов. Со мной в команде за Тау играет Лил Тайгер Пусси. И третий, последний союзник, Зайльдар Несс. Противники Космодесант Капеллан, Космодесант Пого и Космодесант Дация. Я отправил строителя на дикап точек, ведь уже тут отвлекаю внимание разведчиков. И тут захват еще идет. Иду туда снимать. Начал достраивать генераторы. Посмотрим. Очень интересный бой. Советую сразу лайк поставить. Не пожалеете. Снять точку. Потеряю я Скоробей, скорее всего, потому что два отряда разведчиков стреляет. Но снял уже хорошо. Получается, и тут отменил захват. И тут отменил. Он заново начнет захватывать. Это время мне даст. Как раз необходимое время для Некрона. Эльдар Наглый пополнил своих дозорных. И захватывает точки. Правда, Космодесантник все равно заберет. Рейнджеры. На большой карте. Вполне понимаю. Можно рейнджерами побегать. Пострелять. Внутри Космодесанта против Некрона. Это очень неприятно. Я считаю, что Космодесантники хорошо контрят Некронов. При умелых руках. Невидимые рейнджеры потеряли морали. Космодесантники. Вообще не стоит перестреливаться. Потому что вы даже не наносите урон. Как видите, даже дозорным. Если красным мигает ваш отряд, сразу отводите назад. Он не боеспособный. Дозорный даже не почувствовали урона там. Командор вышел. Так, у меня лорд Некронов. Лорд Некронов. Вышел биться. Тут надо убить строителя первым делом. Чтобы он не застраивал. Тут ТК союзный еще. Вяжет разведчиков. Больно строителю. Умрет. Тут сняли точку. Отлично. Там Космодесантники что-то надавят на Эльдара. Капеллан. И Погос подвел своих снайперов. Да, теперь дозорные будут с щелчка умирать. Так, я сделал свежевателем. Чтобы ломать вот эти вот наблюдательные посты. Турели поставить. В общем, не дать ресурсы противникам. Мало точек у противника. Хорошо нам. Строителя надо убивать. Все классно. Священные покои еще не достроены. Строителя нету. Надо нового делать. Но у него капеллан выходит. Мой лорд тоже рядом. Подошел. Биться я буду с капелланом. Кинул он замедление по воинам огня. И не пошел бить их. Или не ожидал моего лорда увидеть. Ну, лорд избивает этого капеллана. Еще и свежаки присоединились. У меня на краю все замечательно. Я точки забрал у противника. Еще и базу ему ломаю тут. Пошли священные рыцари. Священные. Священные серые рыцари. Капеллан убегает. Не хочет биться уже. И спасает. Другой космодесантник. Космодесантник Пого и капеллан. Решили оставить покой Эльдара. И к нам в тыл зайти. Тау надо убегать. Под турелями прятаться. Снайперы идут. Простреляют. Серые, конечно, классно. Тут кинули. Пришлось уходить. Из-под этого пси-шторма. Ну и с ними тоже можно подраться с сижиками. Лордом отскочил, чтобы не потерять. А вот сижики, два отряда, спокойно могут биться и отбросить эти элитные войска назад. Тем самым дать пространство для союзников. Ну, союзника тут снайперы расстреляли. Два космодесанта пришли сразу так. Наломились с сила. Было очень опасно. В общем, отступаем. Я тут турель хотел уже поставить. Реликтовую точку я тоже забираю. Вышел я в Т2. У Эльдара дозорные стороны. Я в бою не замечал, что там делал Эльдар. Знаете, я на свою сторону смотрел. Вот вместе с вами только смотрю. Кто с ним не так? Седьмая минута. Там дозорные бегают. Ну, снайперы расстреляют у всех. Больно. Мне больно. Мне больно. Маленькая передышка. Дация рад этому. Ему бы там точки застроить. Восстановиться. Видите, он по СТ2 пошел за серыми, за Капелланом. Поэтому вначале он потерял так много по экономике. На трех битых точках. У союзного Таусита скат появился. Теперь он на машине. Невидимый еще. Как тут только с манерги. Пошли в атаку на Эльдар. Ну, Эльдар потеряет все свои войска. Вот Эльдар скантрели по полной. Вот, конечно, ему было больно против двоих. Видящее. Видящее хорошо будет теперь раскидывать. Всякую магию там кидать. Ему не надо пехоту клепать. Сейчас. Наверное, надо выходить на эти. На лорды с световыми копьями. Пойти ломать постройки. Если я оказался бы на его месте, в такой ситуации, я бы так сделал. В этой игре еще будут тактические маневры. Так что ждите. Уничтожители. Чтобы прогонять серых подальше. Ну и снайперы, чтобы тоже не наглели. Вот эти уничтожители направляют. Тут с кораблей светят. Снайперам больно. А вот он вышел в Т-3. Нет, он в Т-2. Если был бы в Т-3, конечно, было бы классно. Так, тут глайдеры. Надо прятаться за ХВ-25. Они что-то внимания не обращают. Надо прогнать самолеты. Эх, потерял. А я думал, где я потерял свой уничтожитель. Вот так. Если бы сразу эти невидимки начали бы расстреливать глайдера, не потерял бы я. Я потом, капец, целую минуту искал, где мой второй уничтожитель. Оказывается, вот так он умер. Ну, этот, теперь он первый. Был второй. Ломаю главку с ИЖК-ми, пополняю. Почему нет, можно реализовать. Вот этим невидимкам надо поближе туда встать, прогонять этих глайдеров. Почему на это внимание не обращают? Опять потеряю, что ли? Нет, заметил. СИЖК-ми у меня все еще живы. Отлично. Уничтожитель ремонтирую. Глайдеры, конечно, все тут портят. Библиарий вышел. Датси остался без клавки. Теперь капец ему снова восстанавливаться. Как неприятно. Зацвет от меня хороший. Тут отряд не потеряю хотя бы. И лорд застрял и погиб. Потеря лорда. Дрегноут поддержки. Хорошая контракт против Тау. Дрегноут поддержки всегда бесит, когда ты играешь за Тау. Дрегноут поддержки расстреливает. Рядом стоят снайперы против ХВ-25 которые подлетят. Ну и против пары пуд надо отряд космодесантников с ракетами. В принципе скантрили Тауси там. термогенератор пошел очень поздний. Делал я вылазки. Нападал. Ломал главку. Видите, принес пользу твоей команде. Осмелели косморей. Очень много командиров. Ну и какое я решение принимаю. Соответственно, вижу всю эту толпу снайперов. Много пехоты. Что мне делать? Масить там Т3, Т4 юниты. В общем, решил я на монолит накопить и сделать монолит. Монолит один может разобраться. Все этой пехоты с этими глайдерами. Они ничего не сделают. Как минимум нужен ленд либо дредноут с центра орбитальной связи. Вот тогда они смогут поломать. Поставил я на монолит. Потихоньку в центре начинают наши точки атаковать. Снимать. Но этот край держится на двух турелях. Не хочет на это время терять космодесантник. Неконтролируемых снайперов убиваю. Пока что все далеко далеко пошел. Не неужели опять потеряю. Строитель потерял неприятно. Если то был бы в т3 а в т3 вот он через кау он следопыты нужны побольше воинов огня сможет расстрелять. хищник капеллан прям все тиры на максимуме играет. Т3 терминаторы так у погу погу нету машинерия так что пока не ожидаем лэнда. что там монолит пошел до мутал тоже очень мало много на самолеты поставил И вот он тактический маневр я скидываю вот сюда свежихов типа показываю вот мы начали ломать базу вам пацаны давайте стягивайтесь все сюда чтобы вот эти войска ушли из центра вот такое вот решение я принял и поддержать еще и Эльдара танка ну тут уничтожу центры орбитальной связи а сам иду с этой стороны монолитом ого остался один не может ничего сделать но монолит медленный пока доберется надо сломать центр орбитальной связи космодесанту всегда ломать его первым его быстро сломать ну и плюс вы решает проблему с десантом дредноут и вдруг прилетят тут походу я не успею сломать помог бы Эльдар или прыгнул бы туда расстрелял бы терминаторов вместо этого он с танком перестреливается пауками приехал сюда таун конечно нету антитех это очень странно на это смотреть хищнику вообще пофиг сколько тут отрядов пауков варпа и воинов огня если у вас нету антитех а вот серым не пофиг они быстро падают так же с терминаторами надо прыгать пауками одним отрядом вязать и расстреливать их там даже смайдь не смайдь проживет прожмет ничего страшного будут повязаны так наконец-то добрался и мой монолит тут дация снова восстанавливался эти главку поставил ну и медленно мой монолит идет тут обрастает армиями сразу и смертных делаю побольше потому что понимаю там у космодесанта вдруг ленд выйдет либо дредноуты посыпятся у космодесанта хорошая техника поэтому иметь антитех обязательно против него ну и пехота тоже сильная за счет терминаторов да и космории там кто-то ливнул дация ливнул или был уничтожен получаю орбитальный удар терминаторы пошли в ближний бой уничтожен уничтожен монолит 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 классно справляется с пехотой поэтому вообще не бойтесь спокойно уничтожайте этих терминаторов 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 они потеряли мораль тем более урона от них уже никакой уничтожители бессмертные потихоньку идут ломают постройки парень в ближнем бою впереди и снят противников и космодесантники бьются до конца оба проиграл откатился телепорт у капеллана целый отряд терминаторов с библиарем и хищник уничтожители имеется но мой лорд прыгает засвечивает терминаторы уже ничего не могут поделать хищник тоже засвете лорд будет вязать терминаторов вот таким образом этот отряд побеждается нехитрым образом целый отряд ну и хищник пошел там против бессмертных перестреливаться тоже уничтожили противников классный больше 415 по армии набрал 36 убито 54 потеряно уникронов всегда больше потеряно это нормально это не тау ого 109 убито 42 потеряно на этом все ребята всем спасибо услышимся пока 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 Продолжение следует...